Сри Ишафанина Сри Ишафани, Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод с санскритой комментарии его божественной милости Абайчарана Бхактиведанте Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Обращение Обращение Личность Бога всесовершенна, и так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из Него исходит такое множество законченных частей. Комментарий Бхактиведанте Свами Прабхупады Полное целое, Верховная Абсолютная Истина – это совершенная Личность Бога. Концепция безличного Брамана представляет собой неполное понимание абсолютного целого. Это же справедливо и по отношению к Параматме, сверхдуше. Верховной Личность Бога есть Сат-Чит-Ананда-Виграха. Осознание безличного Брамана – это осознание его аспекта Сат, то есть аспекта Вечности. А осознание Параматмы – сверхдуши – осознание его аспектов Сат и Чит, аспектов Вечности и Знания. Осознание Личности Бога – это осознание всех его аспектов – Сат, Чит и Ананды – блаженство. Полное целое – Личность Бога. Обладает бесконечными энергиями, и все они так же совершенны, как Он Сам. Вот почему этот проявленный, то есть материальный мир, так же полон и совершенен сам по себе. 24 элемента, из которых состоит эта приходящая материальная Вселенная, совершенным образом приспособлены для того, чтобы производить все необходимое для поддержания этой Вселенной. Для ее поддержания не требуется никаких усилий извне. Этой Вселенной отведено определенное время, ограниченное энергией полного целого. И когда оно истекает, это временное проявление уничтожается по совершенному плану полного целого. Субтитры создавал DimaTorzok Крошечным полноценным частицам, то есть живым существам, даны все возможности для познания полного целого. Всякого рода несовершенства – результат лишь не полноты их знаний, а полным целым. Человеческая форма жизни является совершенным проявлением сознания живого существа. Ее обретают в процессе эволюции через 8 миллионов 400 тысяч видов жизни в круговороте рождения и смерти. Если, получив эту форму совершенного сознания, человек не осознает своей совершенной полноты в составе полного целого, то он упускает шанс реализовать свое совершенство и опять, согласно закону материальной природы, попадает в эволюционный цикл. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не понимая того, что в природе все совершенным образом устроено для поддержания нашего существования, мы пытаемся использовать природные ресурсы для создания так называемой полной жизни, посвященной чувственным наслаждениям. Но такая уводящая с истинного пути жизнь называется иллюзией, так как пока живое существо не связано с полным целым, оно не может наслаждаться жизнью чувств. Например, рука является полноценной частью целого только до тех пор, пока соединена с телом. Если же рука отделена от тела, то она может выглядеть как рука, но на самом деле она не обладает никакими свойствами руки. Аналогично этому, живые существа являются неотъемлемыми частицами полного целого, и пока неотъемлемые частицы отделены от полного целого, их иллюзорные представления о своем совершенстве не принесут им желанного удовлетворения. СОВЕРШЕНСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВИЕ Всякое другое служение в этом мире – социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное – остается незавершенным до тех пор, пока не связано с полным целым. Когда же все находится во взаимосвязи с полным целым, его неотъемлемые частицы также становятся полноценными. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги ведической мудрости «Шри Ишапанишат» с комментариями Шрилы Бхактиведанты «Свами Прабхупады» Слушайте в нашей следующей передаче в это же время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!